СТОЙКА ИГРОКА СТОЙКА – это особая поза, занимаемая игроком, из которой удобно переходить к различным действиям на площадке. По высоте различают три вида стоек – низкая, средняя и высокая. Низкую стойку применяют, чтобы воспрепятствовать проходу игрока соперника под щит и выбить у него мяч во время ведения. Средняя стойка используется наиболее часто. Ее удобно применять в таких случаях, как, например, обычное ведение мяча по площадке. Высокая стойка чаще всего применяется, чтобы помешать сопернику бросить мяч в корзину. Перед началом обучения ведению мяча в разных стойках необходимо сделать разминку. Перед тем, как взять баскетбольный мяч, разомните пальцы. Выполним разминку на месте с баскетбольным мячом. Возьмите баскетбольный мяч двумя руками, поднимите его над головой. Плавно наклоняйте вперед, потом назад. Выполните то же самое, но наклоняйтесь в стороны. Возьмите мяч двумя руками, подбрасывайте его вверх и ловите двумя руками. Перебрасывайте баскетбольный мяч с одной руки на другую. Возьмите мяч и вытяните руки с ним перед собой. Выполните махи ногой с касанием мяча носком стопы. Повторите на другой ноге. Выполняйте удары мячом об пол перед собой, сначала одной рукой, потом другой. Встаньте лицом к стене. Бросьте мяч об стену, затем поймайте его двумя руками. Теперь выполните броски об стену так, чтобы мяч после отскочил от пола, затем поймайте его. Разминка окончена. Теперь перейдем к изучению ведения в разных стойках. Для обучения ведению из низкой стойки на месте нужно занять правильное положение. Поставьте ноги на ширину плеч. Немного выставьте вперед правую или левую ногу. Сильно согните колени. Равномерно распределите вес на обе стопы. Спину держите прямо. Немного наклонитесь вперед. Голову поднимите так, чтобы видеть не только мяч, но и площадку. Руки должны быть полусогнуты. Кисти нужно держать на уровне груди. Необходимо вести и принимать мяч не ладонью, а расставленными в стороны пальцами. При ведении нужно посылать мяч справа от правой ноги или слева от левой ноги, в зависимости от того, какой рукой вы играете, правой или левой. Мяч посылается в площадку мягким движением кисти. При этом рука полностью выпрямляется. Выполните следующее упражнение на месте с очень низким отскоком мяча от пола. Удары по мячу между ног. Удары по мячу вокруг тела. Удары по мячу поочередно, правой и левой рукой. Ведение мяча в средней и высокой стойке отличается от ведения в низкой стойке только тем, насколько сильно сгибаются колени. В высокой стойке колени согнуты лишь чуть-чуть, а в средней немного сильнее. В низкой еще сильнее. Повторите упражнения для ведения мяча на месте в разных стойках. В игре применяют в основном ведение в движении. Основные движения выполняют локтевой и лучезапястный суставы. Ноги необходимо сгибать, чтобы сохранять положение равновесия и быстро изменять направление движения. Туловище слегка подают вперед. Плечо и рука, свободные от мяча, должны не допускать соперника к мячу, но не отталкивать его. Для обучения ведению в движении применяют такие упражнения, как Ведение мяча на ходу, продвигаясь вперед. Ведение мяча шагом с остановками. Во время остановок тоже продолжать ведение. Ведение мяча по прямой. Ведение мяча с плавным изменением направления, например, по кругу. Ведение мяча с изменением скорости используют, чтобы внезапно совершить проход. Для выполнения такого ведения необходимо набрать скорость и при этом вести мяч так, чтобы он не отскакивал выше и быстрее. Ведение с изменением направления используют, чтобы обойти соперника. Изменение направления мяча можно добиться, если совершать удары по мячу не по центру, а по боковым точкам. В конце урока предлагаем поиграть в подвижную игру под названием «Передача мяча в колоннах». Для игры необходимо несколько человек. Игроки должны встать в две шеренги на расстоянии полтора-два метра. Нужно рассчитать и запомнить, какой у вас номер – один или два. Напротив шеренг на расстоянии от них встают ведущие с мячом. В игре ведущим нужно совершать передачи мяча сначала четным игрокам в шеренгах, потом нечетным. Каждый игрок отдает мяч обратно ведущему. Игра выполняется на скорость. Выигрывает та шеренга, которой удалось быстро и без ошибок выполнить упражнение.